Что же нам ответить, если нам сказали Не знаете? Оставайтесь со мной, меня зовут Анастасия, это канал Puzzle English. Поехали! Итак, в этом видеоуроке мы поговорим о выражениях со словами here и there. Давайте сначала вспомним вообще, как эти слова переводятся. Here переводится как здесь, да? Ну, то есть, когда мы говорим о каких-то предметах или людях, которые находятся рядом с нами. There, соответственно, переводится там, то есть, когда мы уже говорим о предметах или людях, которые находятся, ну, поодаль, да, на некотором расстоянии от нас. Там. Но подробно именно на этих словах мы останавливаться не будем. Сегодня мы разберем интересные выражения, в которых они употребляются. И, конечно, начнем мы с вами с here you are, да, зачем оно вообще нужно, когда мы его говорим. К примеру, вы кого-то спрашиваете. И вам человек говорит here you are, и это переводится как вот, держи. Мы можем сказать here you are или there you are. Здесь разницы нету, да, оба слова в данном случае, ну, вообще никакой разницы в этих двух выражениях нету. Вот, но, соответственно, на это вы можете просто сказать thank you, да, thanks. Еще есть синонимичное выражение к этой фразе, но оно разговорное, да, то есть, это выражение употребляйте с друзьями, с близкими людьми, но в какой-то, в общем, неформальной обстановке. К примеру, bring me some biscuits, please. Принеси мне печеньки, пожалуйста. И вам человек говорит here you go или there you go. Да, вот, держи. На русский язык перевод одинаковый, да, просто заметьте то, что в этом выражении мы уже не используем не глагол be, да, а глагол go. И оно более разговорное, да, помните об этом. Дальше эту же конструкцию с be мы можем использовать, когда мы указываем на что-то, да, привлекаем внимание человека на какой-то предмет, ну, или на другого человека, к примеру. Может человек, к примеру, искать свой телефон, да, и вы ему показываете. Here it is by the TV. Вот он рядом с телевизором. Here it is. Да, та же самая конструкция. Или, к примеру, человек ждёт своего друга, и он, наконец-таки, пришёл, и он говорит Simon, there you are. Everyone's waiting for you. Да, Simon, а вот и ты. Да, все тебя ждут. Или, к примеру, вы приходите в гости кому-то и говорите Here we are. Hope we aren't late for dinner. Да, а вот и мы. Надеемся, мы не опоздали на ужин. То есть, по-русски мы в основном эти фразы переводим а вот, да, а вот и мы, а вот и что-то и так далее. И заметьте то, что во всех этих конструкциях, да, во всех этих выражениях у нас идёт вот такой вот порядок слов, да, который указан в схеме. Here или there плюс соответствующее, да, местоимение, которое, ну, смотря про кого или про что мы говорим, и плюс глагол be в соответствующей форме, ну, или вот, если мы используем эту конструкцию, да, вместо би мы поставим go. Но у нас, возможно, и инверсия. Когда мы указываем на какой-то объект или человека и называем его, смотрите, к примеру, here is your coffee. Вот твой кофе, да. Видите, здесь у нас уже произошла инверсия. Мы не говорим, что вот это, да, вот, держи. Мы уже указываем, да, что мы даём кофе. Мы уже назвали предмет, да. В данном случае нам нужно построить инверсию. Here у нас остаётся также на первом месте. После here у нас уже идёт глагол is, да, глагол be. И дальше уже предмет, на котором мы указываем. В данном случае your coffee. Да, то есть у нас подлежащее меняется местами со сказуемым. Или я могу сказать there comes James. А вот и James, да. Опять же у нас there на первом месте, как во всех конструкциях. Глагол comes приближается к нам, да. И James, соответственно, кто. Или, к примеру, there goes your bus. А вот и автобус, да. Опять же у нас здесь инверсия происходит. После there мы ставим глагол goes. И затем уже предмет, о котором мы говорим. Your bus. Смотрите, здесь у нас, да, разные глаголы стоят. Глагол be, глагол come, глагол go. На русский язык мы переводим это всё на одной и той же конструкции. Да, это как идиома. Да, а вот и кофе. А вот и James. А вот и автобус. Вот. Но здесь просто как бы небольшая разница в значении. Небольшая, да. There comes James. Мы имеем в виду то, что он к нам приближается. Да, поэтому мы поставили глагол come. Да, который показывает направление. There goes your bus. Вот. Едет, да, автобус. Просто как бы уточняем, что эти вещи делают. Но на русский язык мы переводим одинаково всё это. Ещё очень интересная фраза с этими двумя словами. Это here we go. Или there we go. Которая переводится как начнём, приступим. К примеру, отец со своим сыном собирают конструктор, и папа говорит. Here we go. Начнём. Да, приступим. Начнём собирать. Но, внимание, эта фраза может иметь несколько, даже не несколько, а совсем другое значение, если вы её произносите с раздражением. К примеру. Here we go. Да, здесь мы уже на русский язык переведём как начинается, опять, да, снова. Передаём раздражение. И если вы хотите добавить ещё больше прям эмоций в эту фразу, можете добавить ещё слово again. Here we go again. Да, ну вот опять. Вот снова, да, началось. Ещё одно очень интересное выражение. Когда вы хотите на вечеринке выпить за кого-то, поднять бокалы за кого-то, или за что-то, за какое-то событие, нам нужно вот такое выражение. Here is to somebody, соответственно, за кого-то, или something, за что-то. К примеру, я могу сказать Here is to Rachel's engagement. За помолвку Rachel. Да, или я могу сказать просто Here is to Rachel. За Rachel. Ещё одно интересное выражение с here. Мы можем его, это слово ставить после имени, когда мы представляемся кому-то по телефону. К примеру. Hello, Julia here. How are you? Привет, это Джулия. Как твои дела? По сути, вот это вот слово Julia here, это то же самое, что This is Julia или It is Julia. Да, разницы никакой нет. Просто можете использовать разные выражения, чтобы свою речь как-то разукрасить. И последнее выражение на сегодня, это There is со словами Hello и Hi. Это неформальное приветствие. Можно сказать Hello there, hi there. Типа Привет там, эй, привет. Да, неформальное приветствие. Ну, там, с друзьями, либо с близкими какими-то людьми. Вот и всё на сегодня, ребята. Достаточно такой, вроде, короткий урок, но мы много выражений разобрали, поэтому обязательно закрепите всё, что мы сегодня прошли, пройдя по ссылке под этим видео и сделав упражнение. Я вам желаю успехов. Пока-пока.